Приветульки, мои красотульки, лапульки! Сегодня у нас новый влог, и он начинается с замечательной новости. Недавно мне сообщили, что женщина одна хочет забрать у нас Локи в частный дом. И у нее есть дочь, и они всегда хотели черную большую собаку. И вот эта черная большая собака скоро отправится в новый дом. И я очень рада, что люди решили подарить дом этому маленькому прекрасному существу. Потому что, ну это же прекрасно! Он кого-то счастливит, потому что мне он поднимает настроение ежеминутно. У него постоянно что-то ему надо. И прекрасно, что он воспитанная хорошая собака, знает, что можно, что нельзя. Я ему еще тут тренделей понадавала, конечно, потому что он начал провода грызть. Пытаться, точнее. Ходит на пеленку, кушает прекрасно, аппетит замечательный, все у нас хорошо. И на улице мы тоже прекрасно ходим. У меня единственная Мася очень плохо на это реагирует. Я бы даже сказала просто отвратительно. Он второй день не кушает. И он постоянно просится ко мне на руки. Я говорю, Масенька, он у нас не останется. Как только мне сказали, что Локи заберут. Я говорю, ну все, ты будешь с Гучи, как и прежде. Он все равно еще не осознал ничего. И мне кажется, только когда заберут Локи из нашего дома, только тогда он успокоится. И мне кажется, у него аппетит проснется в два раза больше. Ну как можно не хотеть это прекрасное существо к себе домой, которое грызет телячью ногу. Посмотрите, какой он классный. Уши эти на Анубиса похожи. Да, он прям, посмотрите, эту ногу обглодал. Я в шоке. И, кстати, я играла с ним с мячиком. А у щенков очень-очень такие зубы серьезные. И порезалась об его зуб. Прям палец так раскроила себе. Да, раскроила палец. Смотрите, что делает. Тебе мало косточки? Нет, это он, знаете что, это он Гучу завлекает. Говорит, ну поиграй со мной, пожалуйста. Я хороший парень. Смотрите, какая лопулька. Да, вот так вот. А Гуча на него плохо реагирует в последнее время. Скажи, потому что он меня достал. Да, скажи, достал меня этот логий ваш новый. Девочки, я иду к Кристине, у меня собаки с дома не выпускают. Я иду к Кристине, потому что Буська у нас начала рожать. Такая умница. У меня не было дома 3 часа. И он сходил только на пеленки. Я уже поменяла. Постелила ему чистый. Такой молодец. Правда, луковицу достал мне из ящика. И у меня теперь дома луком воняет так, что невозможно. Да? Локи? Да, луковицу достал. Ну, прости, пожалуйста, ты выгулянный. Вечерок у нас вчера с Кристиной был очень такой напряженный. Потому что на УЗИ первоначально сказали, что будут 5 щенков. Получается, Кристина приняла роды у одного, ну, одного приняла. И я бежала уже, потому что надо было резать пуповину, обрабатывать его, вытирать. Короче, я бегом бежала. Второго мы тоже приняли. И третьего пришлось прям мне помогать Буське. Потому что у нее таз узенький. И она родила третьего. У нас получается девочка-мальчик-девочка. Нам же на УЗИ сказали, что будет 5. Мы еще ждали двух. Ждем, 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 ждем. У нее вроде родовая деятельность еще идет. Ну, то есть она там хакает, что-то там пытается тужиться. Ну, как бы мы подождали два часа. И, короче, концовка маленькая. Три у нее щенка. Не было никаких пяти. Получаются вот эти эмбрионы, которые должны были зародиться, да? Ну, УЗИ, что показала. Они не развились. И, в общем-то, родилось только три щенка. Кристина теперь бабушка. А я сегодня... У нас сегодня уборка. И уборка такая, знаете, глобальная. Потому что товарищ... Вот этот. Вот этот товарищ. Он, короче, нашкодил. Нашкодил. Он сходил мне ночью в шторы. Шторы сходил по-большому. Хотя мы погуляли с ним в час ночи. Ну, или под утро ближе там. Ну, уже в 5 утра я проснулась от запашка. И сняла шторы. На самом деле он молодец. Да? Локи, ты молодец? А почему? Сейчас объясню. Мне уже давно надо было стирать шторы. Я просто не могла найти время и повод их постирать. Теперь у меня окно голое. Абсолютно голое. И я как раз сейчас... Ты моя умница. Помою окно. Потому что оно немножко грязновато. Единственное, что мне проблематично его мыть. Поскольку у меня открывается только одна вот эта вот форточка, вверх не открывается, его мыть проблематично. А еще это труд, который коту под хвост. Сейчас объясню почему. Потому что у нас пыль вот эта белая, да? У нас же везде все белое. Белый вот этот вот асфальт на бетон похожий. От него летит. И вот эти разводы. Ты окно помыл. Малейший дождик. И окно такое же грязное. То есть смысла нет вообще. Ну, все равно мыть надо. Поэтому я сейчас буду мыть. И я все-таки помою эту вещь. Поскольку я уже стремянку притащила, надо мыть. Но с этой стороны я уже помыла. Окно остается только с обратной. И это очень проблематично. Мне приходится вылазить за окно. Держаться вообще на честном слове. Главное не грохнуться. Ну, благо у меня же первый этаж. Поэтому невысоко падать. Слушайте, я его загоняла. И он загонял моих собак. Просто. И спит теперь. И что-то ему снится. Куда-то бежит. Смотрите, нюхает. Что-то там. У меня мои парни, они немножко в шоке. Мы, кстати, перестелили постель. С Локи. Он мне помогал. Я постелила вот это вот красивое белье. Розовое с сердцами. И Майса в шоке, в трансе. Он только сегодня первый день поел за двое суток. И он как бы не очень рад, что у нас в доме собака другая. Он его вообще не принимает, не воспринимает. Гавкает на него и скалится. Короче, у нас Майса единоличник. Вот честно. Просто ужасно. Гуччи еще нормально. Там он с ним контактирует. А Мася нет. Мася выбрал оборонительную позицию. А желобок. Форточки. Сначала я пропылесошу. Вот эта насадка, она очень классная. И уберу всю пылюку. А потом у меня в окнах, я не знаю, у всех так или нет. Смотрите, у меня есть такие дырочки. И все выливается туда. Ничего не застаивается. Вода вообще прекрасна. Главное, отсюда все выпали сосить. Видите, как он их достает? Они от него прячутся. Тебе скучно? Так, я залезла в кондиционер. Сейчас буду снимать эти решетки все мыть. Кстати, кондиционер у меня чистый. Единственное, здесь паутина. Вот это вот все. Это вот, вот это вот все паутина. Ее надо поснимать. Вот это все прополоскать, помыть мыльным средством. Решетки эти очень легко снимаются. Одной рукой, конечно, неудобно. Ну вот. Аккуратненько, щеточка. Я это сейчас все помою мыльным раствором и все. Помощник. Привет. Ему очень скучно. Игрушку. Вот, все, не скучно. Нет, скучно. И все же скучно. Обязательно в кондиционере нужно мыть направляющую. И направляющие сзади там такие есть. Это самое труднодоступное место. Очень труднодоступное. И там, конечно, это все я делаю зубной щеткой, самой тонкой. Сходила я в аптеку за пеленками этому товарищу. Потому что он мальчик не маленький. И много надо пеленок. Вот у меня за два дня ушло две пачки по пять штук. 60 на 60. Я сейчас пошла купила другие. И вот, постелила ему новый, потому что он умница, умница вообще. Так, и я, знаете, что нашла в аптеке? Нашла биомороженое без сахара. В одной порте 54 калории. Здесь белков 3,7, жиров 3,0 и углеводов 19, почти 20. Но что важно. Здесь у нас... Выглядит оно вот так. У меня такое вот красивое мороженое. Там много его на самом деле. 45 граммов. Что они тут заявляют? Это специальный пищевой продукт диетически профилактического питания. Нормализует микрофлору кисшечника. Просто эффективно, вкусно. Что позволяет укрепить иммунитет, уменьшить аллергические реакции, нормализовать обмен веществ, снизить частоту простудных заболеваний, снизить лишний вес. И его рекомендуют во время беременности. Также у нас здесь рекомендуют одну порцию в день съедать в течение трех недель с повторным курсом 2-3 раза в год. Хотя вот если читать состав, здесь молоко цельное. Оно на фруктозе. Молоко сухое, цельное и обезжиренное. Натуральные стабилизаторы. Камедь сырожкового дерева. Гуарабая камедь. Недеградированный. Карагян. Моноидиглицериды. Жирных кислот. Кислот биомакса, биофидобактерии. Ваниль натуральный. Не содержит ГМО. Оно тут без лактозы, без, короче, всего тут. Гликемический индекс одной порции 5,2. И это круто. На самом деле это круто. Я нашла для себя десерт. А то у меня уже сладенькое и так уже начало тянуть. Потому что я очень люблю сладкое. А на диетическом питании как бы это не очень прикольно. Мы пошли мыться. Ой, мыться. Мы уже помылись. Мы пошли стричься. И сейчас я вам покажу, как буду стричь этого парня маленького. Иди сюда, волосатая моя, годинка. Ну смотри, она срезается все чуть-чуть. Ну хорошо. Вот так? А ты его против шерсти стриги. И все. Так против шерсти будет то же самое, что этот самый. Что я буду стричь, вот смотри, против шерсти. Ну это же не под ноль. Да, вот так вот. Вот так против шерсти под ноль три. Вот так, но если я буду стричь вот этой, она будет так же. Видишь? Ну смотри сама, как тебе удобно. Вот, видишь? Да, да, да. Вообще никакой. Вот. Как он у нее спокойно стоит, а? Чтоб ты, Гуча, так у меня спокойно стоял. Да, конечно. Они без хозяев себя очень шикарные. Прекрасно. Все. Скажи, только нас по носу не щелкать от Наташи. Мы все, сразу слезы начнутся. Мы таким не занимаемся. Молодцы. А то у нас один раз был опыт, прикинь. Она прям при мне вот такая по носу. Бах. У меня сразу это инфаркт миокарда. Я говорю, сейчас я тебя по носу. Гуча, ты представишь, как тебе сейчас будет хорошо? Девочка забрала одного. Мася тоже отдала на дострижку. Гуча, иди сюда. Покажись какой-то. Все, нам все лишнее выстригли. Все, уши выщипали. Я всегда жалею. Щипать уши, он так кричит, визжит. Помощник. Гуча, ну успокойся. Все выбрели, то, что я попросила, бороду всю. И теперь ему будет, во-первых, не жарко, во-вторых, без колтунов. И меньше будет грязниться. И мыть будет намного проще. Иди сюда, дай лапку мне. Иди сюда ко мне. Видите, как выбривают пальчики? И лапки мыть намного проще. Да, после улицы. Конечно. Скажи, на меня стригла. Мучила чуть-чуть. Девочки, помните, у нас... Ну, постой. Очень сильные язвы были. Видите, у нас почти все зажило. Вот мы в Геленджике пока находились. У него все зажило. Чуть-чуть в уголках тут осталось, но это ерунда. Это все быстренько. Ой, как тебе уши выщипали красиво. О, прелесть! Гуча уже вкусняху получил за хорошее поведение. Ой, такая лапочка, не могу прям. Товарищ Локи сегодня отправляется в новую семью. Он будет жить в своем доме. Не в квартире, а в доме. Это прекрасно. Потому что ему есть где побегать. У нас единственная проблема. Мы не хотим ходить писать на улицу. Мы писаем только на пеленке. И все. То есть, по большому в туалет он с удовольствием ходит на улицу. Но также ходит на пеленку. Но выходить на улицу он как бы не особо хочет. Вот эта баранья нога, он ее уже почти догрыз. Он упер все игрушки моих собак. Собаки мои до сих пор его не принимают. Но муж мой сказал, что если бы он был в Геленджике, то вот этого вот маленького чуда мы бы оставили себе. Он сказал, я бы тебе не дал его отдать, потому что я хочу себе именно такую собаку. Вот такого, говорит, дурачка. Я, говорит, себе хочу такого игривого, такого непослушного. Вечно все. Можно даже не выключать, девочки, камеру. У меня на телефоне вы вот не представляете, сколько у меня видосов с ним. Потому что он просто... Вы даже не представляете, что он творит. Он каждую секунду что-то делает. Куда-то лазит. Размотал мне два рулона туалетной бумаги. Все это разорвал. Пока я там вот могу посуду мыть, все. Это капец. За ним нужен глаз да глаз. Поэтому хорошо, что он будет в своем доме. Я надеюсь, что он будет на улице жить. Ну, там спать в доме, например. А остальное время проводить на улице. Потому что эта собака очень активная. И он... У него хороший подшерсток. И он, ну, как бы, ему прям предназначено быть уличным... Таким уличным охранником. Мои собаки научили его гавкать. Теперь, когда к нам кто-то стучится в двери или кто-то идет за дверью, и он слышит. Он начинает гавкать. Все, его забрали. Пришли все семьей. Я записала данные, все записала. Мне вот каждую неделю сбрасывать фотки его роста. Я знаю, где они живут. И у них есть еще две собаки. Одна умерла уже от старости. И девочке позволили взять... Ну, уже взрослая девочка, лет 16. Позволили взять еще одну. Это прекрасно, на самом деле. Мои животные несказанно счастливы, что он уехал. Вот, но, слава богу, нормально. Он к ним сразу пошел. Все, все, как бы, ну, у них взаимосвязь произошла. Я очень рада, что нашла дом этому маленькому чуду. У меня аллергия практически прошла. Вот это вот, это все пребывание на солнце. Я намазала солнцезащитный крем. И я собираюсь, наконец-то, сделать масочку от Double Dead. Это у нас лифтинг и восстановление кожи. Здесь идет бабл маска, здесь маска-пленка и здесь пат с сывороткой. Итак, я на самом деле уже очистила свою кожу. И вот эта маска будет, ну, перевод продукта просто. Поскольку у меня кожа сейчас чистая, я еще протерла ее сверху тоником, я сразу буду наносить маску-пленку. И похожу с ней. Вот эта вот белая маска, она мне нравится почему-то больше всего. У меня есть также кисточка от Double Dead, моя новая. И сейчас немножко помогу своей коже привестись в порядок. Когда есть робот-пылесос, есть время на масочку. Потому что он вот сейчас у меня там пылесосит без памяти. А я вот чем занимаюсь. Распределяется она легко и быстро. Дополнительно повынимает мне, например, испор какие-то мелкие, сухие. Как это угри, да? Очистит мне поры, подтянет мне кожу. И одновременно ее восстановит. И, кстати, многие, когда я делаю эту маску, спрашивают, выдирает ли она пушок на лице. Девочки, когда у меня был пушок на лице, ничего не выдирал. То есть, это не такая маска-пленка, которая, знаете, делает еще и эпиляцию лица. Я пушок сбриваю сейчас. И мне нравится. Мне нравится, никакой щетины у меня не растет. Я раньше очень скептически к этому относилась. Я думала, будут расти щетины. Я себе сбриваю практически все лицо. Лоб не трогаю. И мне девчонки спрашивают, мне не жарко ходить в костюмах с длинным рукавом. Девочки, у нас по утрам довольно холодно. Сейчас я в своем костюмце с сайта Василек, который у меня с хвостиком. Мяу, тут лапки у меня, шорт у меня с ушками. С ушками, с ушками, не с хвостиком, с ушками. И вот днем как раз таки можно ходить, не жарко, но утром холодно, ну реально холодно. И от этих масок мне так нравится эффект холодка на лице, то есть не пощипывание там никакое нет, а именно такой вот прям холодочек идет. И это безумно приятно. Вот такая она серебристая практически, бело-жемчужная. И вот сейчас я подожду, пока она высохнет. Здесь влажность немножко побольше, она чуть дольше высыхает. Но эффект тот же, крутой. Но вы только гляньте на эту идиллию. Они дрыхнут, поели спокойно. Сейчас вообще прям у них полнейшее умиротворение, да, Манюнечка? Скажи, я так доволен и счастлив. Это до того момента, пока мамка опять какую-нибудь скотину не притарабанит, да? Ой, куча. Посмотрите в эти добрые грозы. Ну?